всем привет меня слышно видно поставьте плюсик если все хорошо поставьте плюсики если слышно и видно а все отлично меня зовут гельмондинова ирина я менеджер 18 процентов и сегодня я проведу вебинар на тему рекрутинг расскажу как рекрутирую я ну и приведу несколько примеров вообще ну для начала разберемся да что такое рекрутинг рекрутинг это подбор персонала бизнес-процесс являющийся одной из основных обязанностей менеджеров подбор персонала это основа любого бизнеса и конечно в любом бизнесе один один в поле не воин один человек ничего не сделает и в любом случае нужно собирать себе команду единомышленников будь то традиционный бизнес все равно ищешь себе работников каких-то да если это в нашем случае то это бизнес-партнеры рекрутинг это наша работа то есть как кассир ежедневно выходит на работу и работая до сидит за кассой принимает деньги пробивать продукты что сварщик пошел на работу и он варит целый день да то есть рекрутинг это наша работа это основа нашего бизнеса основа нашего успеха и мы не можем этого не делать это ежедневная ежедневный наш труд рекрутинг такой вот легкий и классный труд у нас сидя дома комфортный что важно знать при рекрутинге вообще это изначально отношение к своему бизнесу мы себя ценим мы гордимся компании и мы даем людям возможность мы ее даем мы не просим у людей всеми путями к нам присоединиться мы этим людям даем возможность узнать другую жизнь новую жизнь стать успешным стать предпринимателем и исполнять свои мечты это делаем это это наше отношение к бизнесу я безумно горжусь вообще своей компании поэтому я в рекрутинге всегда только с гордостью и всегда только как предприниматель и я просто я чувствую себя так что я принимаю людей на работу я выбираю сама с кем не работать кто будет в моей команде и подходит мне человек или не подходит с кандидатом да потому что как как тогда будет если вы сами не уверены кто тогда к вам пойдет конечно мы ведем беседу обязательно уверенно уверены в себе уверены в словах уверены в том что мы предлагаем держим диалог в своих руках не не позволяем себя перебивать мы ведем мы человека слушаем сначала и дальше увидим сами диалог будет страшно ну да сначала это страшно это всем абсолютно нормальная реакция особенно вот у новичков да когда они вообще не знают что такое я помню свои первые сообщения я вообще не знала с чего мне начинать я даже ни одного видео не видела потому что я как-то сразу подумала что мне надо рекрутировать и все и и как-то начала и пишу своему наставнику конечно сначала что хоть делать то нужно с чего начинать как вообще написать человеку что ему предложить вообще не знаю и вот как-то так начала писала конечно всякие сообщения очень странные ну ничего конечно я получала вообще первое время очень много отказов очень много игнора и ну что есть то есть это мой опыт это моя практика и конечно всегда мы думаем о результате они процессе неважно как вы достигнете этого результата важно достичь вашего результата вообще всегда прежде чем да что мы что-то делать мы должны знать для чего мы это делаем зачем нам это надо у каждого если вы уже в арифлейм значит у вас есть какая-то мечта значит вы зачем-то сюда пришли значит у вас есть цель так вот вы думаете об этой цели вы прям уже представьте себе эту жизнь которую вы себе замечтали представьте что вы уже весь мир объездили какие вы вообще вот это вот просто на себя принять и вот эту жизнь и думаете вот об этом не думайте когда вам говорят что нет нет у всех все уже в арифлейм там все меня отшивают никому это не надо вот не думайте об этом вы думаете о том что будет какая вы будете как жизнь ваша изменится что будет если вы достигнете своей цели вот об этом думаете и тогда вообще не важно что вам говорят другие вообще не важно потому что то что вы задумали у вас будет а у тех людей которые вам сказали нет которые вам не поверили которых вам не пришли ну это вообще у них этого не будет это их проблема они сами себя лишают этих возможностей а вы идете дальше несмотря ни на что для чего нужен рекрутинг рекрутинг это основа роста основа роста как лично вашего так и основа роста команды в одиночку здесь мы ничего сделать не можем и здесь мы работаем в команде мы работаем все вместе и чем быстрее конечно наша чем быстрее наше рекрутинг чем быстрее наше достижение результата тем вообще это круче и и тем меньше даже нам просто людей понадобится для того чтобы достичь этого результата потому что не каждый человек готов ждать допустим год-полтора да не все такие да и поэтому конечно рекрутинг это вот основа основа всего еще рекрутинг это ваши новые умения ваши новые навыки это опыт опыт который мы приобретаем общаться вообще с людьми с незнакомыми это очень интересно я вот вообще недавно познакомилась девочкой она оказалась судебных приставах мы с ней общались и она мне говорит ирина у тебя мужа неоплаченный штраф я буду ты что как так вроде все всегда платим вовремя нет вот смотри у нас вот лежит и вот представляете вообще человек незнакомый вообще я вот так с ним познакомилась у нас фамилия очень редко и понятно что там муж у меня со мной под одной фамилией да ну вот вот так вот еще такие знакомства интересные со стоматологом я точно также знакомилась да и записалась к ней на прием хотя я вообще боялась думаю как я безумно боюсь врачей как я пойду и не хочу к стоматологу и нагреть да вы что там ну в общем убедила меня да это ну вот мы с ней познакомились эти вообще это очень интересно знакомиться с людьми общаться и даже если это какой-то негативный опыт это тоже ваш опыт как говорит владимир полежает до заберите сначала очень много нет для того чтобы услышать это заветное да опыт сопровождения когда мужа приглашаем такси уже к нам пригласить согласился прийти человек да и очень много зависит от нашего сопровождения как мы его сопровождаем как мы с ним общаемся как мы себя ведем вообще до лидером надо быть всегда и во всем и пример для новичков конечно если допустим не рекрутирую я pani будет рекуртировать мои новички никто не будут рекрутировать в команде тогда какой потому что я знаю что я являюсь примером и мне надо просто надо рекрутировать мне надо делать регистрации до надо делать результаты не только свои но и своей команды и поэтому мы являемся примером как мы где-то делаем как мы рекрутируем так и делают это наши новички С чего начать? Как подойти к рекрутингу? Как подойти к рекрутингу? Это работа, бизнес, еще что-то, где можно исполнить мечты абсолютно каждого. Хочешь путешествовать? Пожалуйста, путешествуй. Хочешь много денег? Конечно, это нужно заработать, это не сразу, но это есть. Хочешь славу? Тоже на. Все можно. У нас вообще в нашем бизнесе можно исполнять вообще все желания абсолютно всех людей. Он просто уникальный этот бизнес. Надеть бронежилет. Что это? Это ваша такая защита. Умение держать себя в руках, отвечать на возражения, знать природу возражений. Возражения бывают ложные, да, когда человек просто вообще не знает и не понимает, о чем вы говорите. И вот не знаю, что вам сказать, и вот просто лишь бы вы отвязались, что-нибудь там вам пишут. А бывают вообще люди просто закрытые, да, и когда говорят нет, что неинтересно, не буду, ну вот все. Ну, подойти к такому человеку попозже, да. А желательно, конечно, людей выводить на истинное возражение, знать, да, какое оно ложное, истинное, как с ним, что ему сказать, что ему написать, как ему ответить и как его вывести. И, конечно, это все вопросы наводящие. И, да, вот как раз вот этим мы занимаемся, да. Смотреть много вебинаров, это обязательно, да, потому что это опыт у каждого абсолютного лидера, у каждого наставника, у всех своя история, у всех свой метод работы. И у каждого открывает для себя что-то новое. Я, например, послушала одного, да, попробовала так рекрутировать, другую послушала, попробовала ее методом, да, и вот тем самым мы вырабатываем свой метод, как нам удобней, как у нас лучше получается. Поэтому обязательно надо учиться, обязательно смотреть вебинары и быть на связи с наставником. Ну, это, конечно, да, вот особенно первое время, когда еще не все понятно, когда еще и не знаешь, как ответить на те или иные возражения. Конечно, можно делиться диалогами с наставником, если стесняетесь там в чат послать, то можно напрямую позвонить, прислать, да, наставник достается тому, кто его достает. Быть с командой. Конечно, ну, да, команда, она тоже всегда помогает. Команда дружная у всех. И команда тоже это дает опыт, дает, ну, тоже так же раскрывает каждый свои секреты, да, и поэтому с командой тоже надо дружить, быть знакомыми. И, может, какие-то фишечки от какого-то вообще другого человека вы идете, не обязательно от своего наставника. Я вот вообще прихожу к данным мероприятиям, да, я вообще от каждого узнаю какую-то новую информацию, что, как он делает, да, и мне вот это все интересно. И я это применяю на практике, да, если вот я что-то узнала новое от какого-то вообще другого человека, от которым познакомилась на мероприятии. То есть, ну, тоже учиться нужно у всех. И очень хорошая книга Бухтиярова «Мастер работы с возражениями». Мне муж ее давал послушать в виде аудиоверсии. Конечно, вообще, очень классно человек говорит, и нужно ее обязательно прочитать. Как отвечать на возражения, как вообще работать, и почему люди нам возражают, ведь это же их защитная реакция. Да, они, ну, это, и если они возражают, то это вообще очень хорошо. Хорошо. Значит, они идут с вами на диалог, значит, просто нужно узнать у них все. У них все можно узнать, если вам возражают. Это вообще очень классно, когда человек начинает вам что-то говорить. Это лучше, чем молчит и все, ничего не говорит. Поэтому эту книжку почитать или послушать нужно обязательно каждому для хорошего рекрутинга, результативного. Самое сложное в рекрутинге – это, конечно, вообще у всех, особенно тоже в самом начале, и я тоже с этим столкнулась, боясь отказов. Ну, я, конечно, сама не боялась отказов, но я знаю, что многие боятся. Я не боялась, потому что у меня такая была работа до этого. Я работала менеджером по рекламе, и моя задача была найти какого-нибудь директора, какой-нибудь организации, найти его любым путем, найти номер телефона, неважно, секретарь там сидит, еще кто-то, обойти всех их и добраться до самого директора, позвонить ему. Не написать ВКонтакте, а позвонить, сказать, вот я менеджер по рекламе такого-такого-то рекламного агентства. И в ответ очень часто говорили, достали вы же все рекламщики. Просто вешаю витрубку. Там просто столько негатива, но зато такой опыт я там получила, что мне сейчас вот это вот нет, не надо, да мне даже смешно, что не надо, я еще ничего не сказала. Как не надо, как может быть не надо, как может человек не хотеть путешествовать, как он может не хотеть ездить на хорошей тачке, как он может не хотеть зарабатывать, да не может такого быть, просто не может. Вот у нас время такое, что все этого хотят. Поэтому если человек вам сказал нет, ну он себе отказал, ну уж точно не вам. Вы-то в любом случае построите свой бизнес с ними или без него, найдете своих партнеров и у вас-то все будет хорошо. Помните об этом. Что обо мне подумают? Вот это, конечно, меня беспокоило лично тоже. Особенно, когда я составляла список знакомых и думала, как я им буду предлагать, что они мне скажут, и скажут, Ирин, ты че, какой рефлейм вообще, да ладно ли с тобой, да. И, конечно, у меня это и было, мне так и сказали. И особенно, когда я сначала еще не умела толком как-то презентацию рассказать, да, вообще объяснить людям, что к чему. Конечно, меня знакомые мои все послали просто. Кто-то вообще со мной перестал общаться, кто-то просто сказал, что мне это не надо, извини, занимайся сама. Кто-то сказал, я за тебя беспокоюсь, куда ты вообще попала, ты что, ты совсем сошла с ума. Ну, вот очень разные реакции были. Но ничего, все это пережито. Сейчас уже мне люди говорят, а как ты там варифлейм, у тебя что-то получается, а что вы там делаете? Ну, вот знаете, вот так вот спрашивают. И все равно, когда я говорю, так пошли тоже ко мне, и человек мне говорит, не, я боюсь, это не мое. Я вот прям чувствую. Ну, видимо, ждут еще какого-то результата. Значит, видимо, надо сделать еще, и еще рывок, и еще, еще больший результат, да, чтобы эти люди все-таки ко мне пришли. Поэтому, конечно, сейчас уже мне не важно, что обо мне подумают, потому что сейчас я просто безумно горжусь. Безумно горжусь своей работой, безумно горжусь, чем я занимаюсь, и безумно горжусь компанией. И такой классной продукции, качественной, как можно вообще ее не любить, так что, ну, все, все это тоже мелочь, и все это переживется. И все. Будут неудачи. Обязательно. Не нужно расстраиваться по поводу этого, и нужно всегда идти к цели. Как я уже говорила, в любом случае мы всегда думаем только о результате. Вот я сейчас хожу в спортзал. Вот мне прям очень бизнес напоминает тренировки в спортзале, да. Мы же не можем сразу прийти в спортзал, один раз позаниматься, стать стройной, красивой и кубики пресса себе накачать. Мы же не можем это сделать за один раз. Мы даже за неделю это не сделаем. Вообще, хоть 12 часов в сутки, хоть 24 часа в сутки мы будем заниматься, не будет этого. И вот когда я иду на тренировку, и меня тренер очень сильно мучает, у меня тренер такая очень жесткая девушка. И я еще сказала, что мне нужно себя в порядок в Турции привести за несколько вот тут уже месяцев. Поэтому она меня вообще очень мучает, не жалет. И когда мне все болит, когда я уже не могу поднять ногу, штангу, еще что-то, я думаю о том, какая я буду красивая. Ну вот, и вот все, вот я об этом думаю, и все, у меня сразу все перестает болеть. Я знаю, что надо и делать дальше. Так вот так же и здесь у нас. Вот вы подумайте вообще, какая вы будете красивая, какая вы будете успешная, богатая. Как на вас люди ваши, знакомые, которые сейчас над вами смеются, как они на вас будут смотреть. Вот подумайте об этом. И не расстраивайтесь. Наоборот, даже я сейчас пока говорю, подумала и стала еще счастливее. Вот, поэтому все вот эти вот насмешки сейчас, это сейчас, потом, потом все будет хорошо. Обязательно будет. Главное, сами в это верьте. Как я рекрутирую? Я составила список знакомых. Не менее 100 человек обязательно, да, у каждого должен быть составлен. И, ну, пошла, конечно, по этому списку я знакомых. Ну, я не сразу всех 100 обошла. Я, наверное, обошла, ну, может, человек 20-30. Вот так вот, немного. Первое время, да, когда меня там все посмеялись надо мной, да, все сказали мне все, нет. Ты что там, Ирина, сошла с ума? Ну, маму поддержала. Она, конечно, мне не верила, мама, но, ну, точнее, не верила вообще в это. Не то, чтобы мне. Она не верила, в принципе, в это, во все. Но мама поддержала хотя бы тем, что начала пользоваться продуктом, да. Вот это вообще, это все-таки тоже классная поддержка от родных, поэтому если они к вам не идут, то пусть хотя бы вот это вот, это тоже поддержка. Хотя бы пользуется продуктом. Сейчас мама у меня сама подписана и сама себе заказывает то, что ей нужно. Вот, про бизнес, конечно, пока еще не могу объяснить, но я думаю, что все впереди, потому что мама у меня такая, тоже лидер, и у нее должно получиться, я это знаю, она еще нет. Вот, начала, составляла список по всем, родственники, коллеги по работе. У меня было столько работ, что вообще знакомых очень много. Коллег по работе очень много тоже разных. Друзья, знакомые, одноклассники, однокурсники, да, у всех ведь жизнь такая, не стоит на месте, все что-то когда-то пробовали, все учились и в школе, и в колледжах, и в институтах, и в школах, и, ну, у всех много знакомых. То есть 100 человек вообще любой может набрать очень легко. И еще я рекрутирую по холодному рынку. Вот, когда я прошла 20-30 человек своих знакомых, и когда меня все, никто со мной не пошел, и я пошла по холодному. Потому что я так устала слушать отказы, и вообще вот этот вот смех, что не пойду по холодному. Ну, вот и первые регистрации у меня начались по холодному рынку. И утеплялась с ними, конечно, сначала общалась, да, потому что как-то сразу вот не получалось у меня. И сейчас вот еще не так давно начала теплый, рекрутировать теплого. То есть не знаю я человека, но ищу через своих знакомых, хороших знакомых, да, и через них рекрутирую их знакомых. Ну, в общем, вот так. Вот, как я работаю по теплому. Вот сейчас, на данный момент, да, тогда я писала ВКонтакте. Сейчас я так не делаю, потому что как-то, ну, не получается у меня вот так вот с теплыми. Они начинают писать, либо, Ирина, ты что, пишешь, ты хочешь меня в свой Арифлейм позвать? Я не пойду. Вот сразу вот такое вот. Поэтому я просто звоню. Я человеку звоню, я с ним общаюсь. Либо вот сейчас я зарегистрировала сестру двоюродную, да, я ее приглашала на мероприятие на БМВ. Она мне тоже все, ты меня не зомбируй, я приду и сама все увижу. Я не настаивала никак, вообще ни в коем случае, да, я просто сказала, пошли со мной. Она пришла, она послушала, потом она думала, долго думала. Это была встреча БМВ, да, и вот я ее на прошлой неделе только зарегистрировала. Но она сама сказала, давай, я хочу пробовать, я буду, я привыкла рисковать, и я хочу. Ну вот, и я тоже очень буду рада, да, если все получится у нее. И, ну, в общем, вот эти вот методы-то вот на самом деле, вот это вот, когда вы человека приводите, уже познакомиться не только с собой, а с другими людьми, которые тоже успешны. Которые, вот они вот есть, они вот живые, реальные, они есть. Вот это вот очень классно. Люди это видят, потому что если еще, особенно у вас еще нет результата, то тем более надо ходить самому на мероприятие, еще и не одному, еще и с подружкой, с другом, там, с мужем, если муж не поддерживает. Со всеми надо, надо ходить, это вообще крутой метод рекрутинга. Это самый классный метод рекрутинга. Еще я, конечно, хожу в гости с ними, общаюсь также с ними, да, просто о жизни, потому что, когда ты пишешь, да, у тебя люди видят страничку, что ты прям весь в работе, и они вот думают, что все, ты сектант, ты завербован, ты вообще, с тобой нельзя общаться. А когда ты приходишь в гости, видишь, что ты нормальный человек, что ты такая же обычная осталась, и можно пообщаться и на тему детей, и на тему вообще жизни, и на тему, конечно же, бизнеса обязательно. Да, как без этого? Или если у меня нет времени, или мой знакомый живет в другом городе, я не могу к нему приехать, я звоню по телефону. Ну, то есть, вот, по-теплому я работаю только личными звонками, встречами, ВКонтакте вообще не рекрутирую своих знакомых. Это вообще не катит в моем случае, я не знаю, как у вас, но у меня не получается, меня просто знакомые ВКонтакте боятся. Поэтому я звоню, и я общаюсь, и рассказываю, рассказываю все по телефону. Даже, вот, знаете, мне сейчас даже не надо начинать тему бизнеса своего, потому что вообще, когда я кому-то звоню и прихожу, вообще сразу задают вопрос, как у тебя там в Эрифлейн, как ты туда попала, что вы там делаете, почему ты там везде ездишь, что у тебя, почему у тебя такая жизнь интересная. За мной люди наблюдают. Даже вот раньше я смотрю по своим постам ВКонтакте, по своим фотографиям, раньше у меня было 50-60 просмотров, сейчас у меня 1800-1700 просмотров ВКонтакте. А это значит, что люди за мной наблюдают, что они смотрят много лайков, моих же друзей, знакомых и тех, кого я не знаю. То есть люди смотрят, и очень важно, конечно, вести личный бренд, очень важно, чтобы ВКонтакте ваша страничка была в порядке, и она была красивая, цепляющая, и хотя бы, чтобы будоражил интерес у людей. Что же вы такое делаете? Работа по холодному. Здесь я скинула диалоги, много не стала, да, скидывать. Вот девочка, с которой познакомилась, я даже, если честно, сейчас не помню, где я ее нашла. Но мне понравилась, она такая какая-то яркая, у нее по ВКонтакту видно, что вот она прям такой человек активный. А мне же нужны активные партнеры, поэтому, конечно, я и написала. Таня, здравствуйте, увидела вас через свою знакомую, а ну вот, через знакомую нашла. И никак не могла оторваться от вашей странички, такие классные фотографии. Вы вообще активист, можно у вас полюбопытствовать? Это, кстати, фразу я тоже взяла у девочки из команды полюбопытствовать. Когда задаешь этот вопрос, отвечают все. Вообще все. Вот поэтому вот эта фраза, можно у вас полюбопытствовать, она, ну, конечно, она должна быть в тему. Если там на страничке вообще ничего интересного, то смысл, да, ее писать. Вот, то есть, как бы вот это вот, вывести на диалог этой фразой вообще очень легко. Человек всегда отвечает. Она меня спрашивает, добрый вечер, о чем? Вот вы такая активная, чем занимаетесь? Она мне отвечает, в работе или на досуге? Я говорю, да, вообще в жизни. Я сама, мама в декрете, не люблю сидеть на месте. Работа, наверное, у вас очень интересная. Сколько я знаю, активистам очень плохо дается бухгалтерия, например. Поэтому вся жизнь в движении. Вот, она отвечает. Я мерчем работаю, мерсендайзер, да, я так понимаю. Я на досуге являюсь капитаном команды экстремальный ночной, ночной экстремальный гальдозор. Я вообще такая думаю, офигеть, я даже не знала, что в Кирове есть такая. И пишу, и ничего себе. Я только по телевизору такое слышала, не знала, что в Кирове тоже есть. Очень интересно. А я вот трусиха в плане экстрима. Даже высоты боюсь безумно. Даже на колесе обозрения не будешь прокатиться. То есть я с человеком просто общаюсь. Я не зову его сразу, да. Я не хочу его узнать. Вообще, подходит ли он мне и я ему как, да. Вообще, как мне с ним дальше-то продолжать общаться. И вообще, чем он занимается. Но это, конечно, тоже уходит какое-то время. И вот она мне пишет. Я тоже боюсь и высоты, и темноты. И играть начала, чтобы порой свои страхи. Но это не помогло. И я такая сразу думаю, ага, человек какой вообще классный. Боится, но все равно идет. Нам такие нужны. Пишу, и не против на тена? Нет, не против. Тань, ты вообще крутая. Так легко с тобой общаться. И активно ты такая. Я бы очень хотела с тобой поработать в одной команде. Ведь дополнительный доход никому не мешает. А лишних денег не бывает. Только не закидывай сразу тапками. Я тебя на продажи не зову, а на бизнес. Сама так давно его возможности открыла. Но поначалу не верила. Теперь на себе ощутила преимущество. И что это не лохотрон? Рассказать тебе о сути. Вот. Ну, совершенно искренне, просто ни шаблона, ни своими словами написала ей. Как вот я думаю, как вот я на тот момент чувствовала, так и написала. Она пишет, расскажи, но я в сетевуху не верю. Она поняла, о чем я говорю, потому что у меня по страничке, в принципе, все понятно. Я пишу, Таня, я тебе так скажу. Я пришла в этот бизнес и тоже не верила. Но решила попробовать. Вложений нет, а значит и чем черт не шутит. И наши нынешние директора тоже, когда пришли в проект, не верили. И сейчас уже и машины, и от компании доход, у них и куча путешествий за плечами. И, в пример, привела Настю Лобовикову. Потому что, ну, Настя вообще, как раз справочка у меня еще ее была. Последняя. Вот, например, Настя. Пришла на продукт, страдала лишним весом и была против сетевого. И не верила в него. Теперь она золотой директор. И вот ее доход. Скидываю справочку. Знакомы, увидели ее результат? Да, что она стала красивой, стройной и порекомендовала просто им продукт. И все. И таким образом она создала свою сеть. И вышла на хороший доход. Ну, то есть просто пример другого человека. Потому что тогда у меня вообще ничего не было. Я тогда, по-моему, была менеджером. То ли 12, то ли 15 процентов. Да, там не помню. И я там выпустила очень много диалога, потому что он очень длинный. И там и лично. Поэтому я такое уже самое-самое дельное, да, тут скопировала. И нам не рассказывала про дозор. Вообще я рассказывала. Правда, очень интересно. И я пишу. Ты мне так классно про дозор рассказала, что я даже сама зажглась и захотела попробовать. И прямо через соцсети у тебя получается энергию передавать. Это очень круто. Ну, дозор это одно. Честно, я думаю, это не мое. Да и времени свободного нет почти. За компьютером сидеть. Я отвечаю. Я тебя понимаю. Сама тоже всегда так считала, что времени нет. И далее тоже у нас идет разговор с ней личный. Потом она... Я спросила, на что она тратит свое время. Почему у нее его нет. Чем она вообще занимается. Вот она написала, что она сейчас занимается переездом в другой город. Она переезжала в Краснодар тогда. И сейчас вот ей вообще некогда. Я ее на время оставила со своими вот этими. Потому что переезд это действительно такое дело, да, сложное. Особенно в другой город. Да, и я ее просто не трогала. Потом я ей написала через какое-то время. Прошло, наверное, недели две. Я написала. Тань, привет, как дела? Как прошел переезд? Как новый город? Как с работой? Ну, вот просто как подружка. Она мне отвечает, с работой тут вообще не важно. Ничего не нашла. И вообще, сколько походило по собеседованию, вообще беда. Буду после Нового года искать. Это было, наверное, середина декабря. Я такая думаю, ну, тут вообще же как раз еще сколько времени свободного человек дома. И пишу ей. Тань, а может, ты все-таки подумаешь над моим предложением? Я понимаю, у тебя переезд, только эмоции, новая жизнь. Но ведь саморазвитие никогда лишним не будет. Согласна, к тому же я тебя не призываю вкладывать деньги, продавать продукты, распространять каталоги. Я тебе предлагаю пробовать просто разобраться в этом бизнесе. Он не такой, как кажется многим. Он очень крутой. Это на себе проверено. Иначе совесть бы не позволила звать. К тому же рисков нет, так как нет вложений. Обучение бесплатное. Да и ничего сверхъестественного мы не делаем. Я когда разобралась, поняла, что каждый россиянин ежедневно сетевым занимается. К тому же ты сама знаешь, у нас такое время, что либо мы являемся частью сети, либо ее возглавляем. И я предлагаю тебе ее возглавить. Я сейчас новую структуру строю, и мне нужен надежный, умный, способный партнер. И вот прям чувствую, что это ты. Она пишет мне, о божечке, а если твое чуть-чуть тебя подводит? Я говорю, нет, оно не может меня подводить. Просто спроси себя, что ты теряешь? Я сама именно с этого вопроса и начала. Начала действовать. И понимаю, что не зря. К тому же я полностью буду сопровождать тебя вплоть до успеха. И она пишет, ладно, ладно, уговорила, все равно пока без работы, давай посмотрим, что ты предлагаешь, потом видно будет. Ну и вот у нас произошла регистрация. Таня все читает, учится активно. Сейчас она, конечно, нашла себе работу. И все равно, да, потому что деньги-то нужны в другом городе. И пока тоже вот у нее с интернетом какая-то проблема. Но она все-таки хотя бы читает книжки и что-то делает, да, общается, все хорошо. Рекрутинг по теплому-теплому. То есть у меня есть люди, да, которых я кого-то уже приглашала, которые у меня зарегистрированы, и которые ничего не делают. Уснушки мы их называем, да, они ничего не делают. Я точно знаю, что она вообще не рекрутировала, эта девочка. И я пошла по ее знакомым. Я пишу ей, Таня, здравствуйте. Знакомы мы с вами через Яну Сунцову. Мы развиваемся в одном бизнес-проекте. Я хотела узнать, она вас приглашала? Таня пишет, нет, здравствуйте, нет, никуда не приглашала. Хорошо, Таня, было бы интересно узнать о возможностях и вообще о дополнительном доходе. Да, интересно. То есть вот тут тоже получается вы человеку уже, он хоть вас и не знает, но все-таки у вас есть общий знакомый, а значит, к вам есть какое-то доверие. Тем более, если у вас общий бизнес еще с ее знакомым. Да, как бы интересно же узнать и вообще, что за проект и почему она о нем не знает. Тоже такой фактор, да, когда любопытно просто человеку узнать. Это опять же нам, да, что мы можем человеком поговорить, да, без всякого игнора. И мы в этом проекте развиваемся вместе с мужем. Я всегда об этом пишу, потому что муж, это, конечно, моя гордость, он мне помогает. Даже если он там где-то не рекрутирует, то он смотрит очень много вебинаров и просто мне их рассказывает. И какие-то знания мне вкладывают в уши во время завтрака, обеда, ужина, да. Мы с ним очень много говорим об Reflame. Это наша жизнь, совместная жизнь такая, вот совместный бизнес. И поэтому я всегда пишу, что не я одна это делаю, а вместе с мужем это делаю. К тому же, когда ты говоришь об Reflame и о том, что твой муж тоже этим занимается, то у человека это сразу, да, что муж-то ведь не будет помадой продавать, да, значит, там может правда, да, что от учета даже мужчины занимаются. То есть вот это даже в некоторых случаях тоже действует. Конечно, деятельность новая, поэтому сначала нужно обучиться. Срок обучения зависит от каждого индивидуально. Кто-то сразу берется за дело и за 4 месяца выходит на доход в 20 тысяч, а кому-то требуется год, все разные. Проект у нас называется Parus, спонсируется компания Reflame, но мы не занимаемся продажами. Бизнес строим на собственном потреблении. По сути, меняем свою привычку ходить в магазин косметик на свой онлайн-магазин. Получаем за это скидку 20% на всю продукцию. И далее мы обучаемся, ну и рассказываем других о возможностях компании. Моя задача будет довести вас до результата и передать те навыки, которыми обладела я. Скажу сразу, что мне понадобилось больше месяца, чтобы более подробно изучить суть бизнеса, так как у меня, как и у большинства людей, были определенные стереотипы и связаны с сетевым маркетингом. Сейчас я разобралась, сейчас уже есть результаты. Майричу в Турцию за счет компании. Таня, интересно попробовать? Обучение бесплатное онлайн и удобное для вас время. Ну и Таня соглашается, а Таня мне написала, хорошо, я подумаю, я перешла с ней на ты. И я начала с ней просто утепляться, что она делает, работает, не работает, учится, не учится. Просто спросила, просто мы с ней пообщались немножко со всем. И я снова возвращаюсь к своему предложению. Таня, мне показалось, что у тебя есть какие-то сомнения по поводу моего предложения. Расскажешь? Я тебя спрашиваю, потому что сама была на твоем месте и понимаю, что сомнений много здесь. Расскажи. И она мне пишет. Подожди, я немножко занята, но я подождала. Ну, она ей пишет. В общем, я так и не поняла, что именно вообще нужно делать. Не будет ли мешать это моей учебе и в чем заработок? Я ей записала голосовое, откуда берутся деньги. Просто ей рассказала, что деньги берутся с общего товарооборота, с общего покупок. И рассказала, что работа мы онлайн в любое удобное время, когда после учебы можно работать, что многие совмещают это с основной работой. Ничего в этом страшного нет. Ну, и Таня согласилась на регистрацию. И вот еще одна девочка, тоже последняя регистрация, недавняя, в общем, регистрация у меня, да, тоже. Тут опять я просто через свою знакомую, через свою сестру, она не зарегистрирована, но я просто у ее знакомых решила с ними познакомиться, написать. Напишу. Мария, доброе утро. Мы с вами через мою сестру Татьяну знакомы. Я так поняла, вы в декрете сейчас. Дело в том, что я тоже в декрете и нашла для себя крутую возможность зарабатывать онлайн. Уже есть результаты, сейчас и в поиске партнеров. Мария, как смотрите на новые возможности и интересный дополнительный доход? Мария пишет. Здравствуйте, какой именно? Ну, я подумала, что она о размере дохода говорит и пишет 20 тысяч. Он растет в процессе. Она пишет, а чем надо именно заниматься? И вот, знаете, я вот тут, у меня тут опять тоже муж рассказал, да, фишку, да, что ты, говорит, лучше все равно то, что надо голосом, я в принципе знаю. Но я вот решила делать сейчас так, да, что не оставлять человеку выбора. То есть я ему не пишу голосовое текст или видео, я ему просто пишу, как вам удобно, голосовое или давайте я вам позвоню и расскажу, созвонимся. У человека нет выбора. Он либо будет слушать голосовое, либо он будет с ума разговаривать по телефону, потому что это больше всего действует. Вот, ладно, да, девчонки, скину слайды вам. Вот, это вот, вот это вот голос, он всегда действует, потому что это же эмоции, это же искренность. А что текст? Текст это просто сухой текст. Каждый его по-своему прочитает, хоть кучу там смайликов поставь. Вот если у него сейчас плохое настроение, он его прочитает с плохим настроением и вот вообще неизвестно, что подумает. Вы никогда это не поймете, он вообще может не ответить на это ничего. А по телефону или голос все-таки это искренность и эмоции. Поэтому я вот сейчас делаю так, просто либо телефон, либо голос. Но была уже ночь, и дети у всех спали. И она мне пишет, давайте голосовое, но я сейчас спать буду укладывать. Я говорю, давайте тогда завтра запишу вам голосовое, потому что мои тоже спят. Вот, и она дальше продолжает со мной разговор, да, хорошо, а какая именно у вас фирма? И я думаю, ну ладно, тут все равно я, человек идет со мной на контакт, я с ним пообщаюсь тогда в переписке, тем более ночь на дворе. Окей, давайте я коротко расскажу вам, о чем речь, а если что, вы задавайте вопросы. И тоже такую же презентацию, бизнес-проект называется «Парус». Наверное, слышали или приглашали, наша работа организационно-обучающего характера. Мы развиваем интернет-магазин только не путем продаж, а путем личного потребления. По сути, меняем привычный магазин на свой онлайн и делаем покупки для семьи со скидкой. В этом магазине более 2000 товаров личной гигиены, те средства, что в любом случае покупает каждый человек. Как вы относитесь к интернет-покупкам? Мария пишет, хорошо, отношусь, но в магазине купить быстрее. Это, конечно, я сама раньше покупала в ритуале, такие деньги тратила, поэтому для меня выгодно сейчас очень заказывать у себя, еще и со скидкой 20%, тем более ждать всего 3 дня, это совсем немного. Ну и Мария спрашивает, от чего платят? Я рассказываю, так как у нас так получилось, что мы одновременно писали диалоги, поэтому я пишу, это новый вид деятельности, мы проходим обучение, скорость обучения у всех разная, обучение онлайн и бесплатное. И она мне пишет, это Арифлэйм или Эйвен? Я говорю, Мария, это Эйвен, платят здесь за... Ой, Эйвен, все, я заговорилась, простите. Я говорю, платят здесь за организованный товарооборот. Например, 1000 человек купили шампунь за 200 рублей, вот вам и товарооборот 200 тысяч, а соответственно и доход 20 тысяч. И Мария, конечно, это компания Арифлэйм, только поверьте, я не призываю вас ходить с каталогами, мне нужны партнеры, которые хотят зарабатывать, путешествовать и так далее. И Мария пишет, мне в общем надо людей приглашать. Я отвечаю, Мария, мы всему этому обучаем, и кого приглашать, и с кем работать, выбираем сами. Это не так трудно, как кажется, особенно когда гордишься компанией-партнером. Ведь согласитесь, любая работа по найму, вот на какой-то работе по найму вас возили отдыхать бесплатно на море, она пишет, она, конечно, написала нет, конечно, да, потом пишет мне, я пробовала, не получалось, и никому не хотелось, и что вот она уже была, что я ее спрашиваю, Мария, вы структуру строили или вы продавали продукт? Она пишет, строила структуру. Я ей пишу, я второй раз сама в компании, первый раз вообще сути бизнеса не поняла, и у нас есть те, кто и в пятый раз пришел. Или вот теперь, я теперь только поняла, что надо делать. Я всегда думала, что с сетевой это просто, оказалось, что все не так просто, оказалось, что в этом надо разбираться. Но не скажется, совсем не сложно, когда маркетинг-план понимаешь. И Мария пишет, нет, ну просто я не понимаю, где брать этих людей. То есть вот человек вот мне вот просто говорит, да, что она не знает, где брать людей, как рекрутировать, где их, что делать. И вот я ей пишу, что еду в Турцию также с командой бесплатно. И да, у нас не такой диалог, но вообще-то, видимо, две такие болтушки и писали одновременно друг к другу. Пока я хотела продолжить мысль, она мне уже другой вопрос задавала. Вот, пишу, что интернет-индустрия настолько быстро развивается, что все входит в интернет. И деньги там, где информация. Вот, и пишу, и вы много кому предлагали вообще, когда звали? Она говорит, что да, много. Я говорю, значит, это ваш опыт, и это очень круто. В какой команде вы были, в парусе или в какой-то другой? Она говорит, я немного не понимаю, что это за парус там, да, я ей объяснила, что это за парус. Не стала уже сюда в переписку вкладывать, потому что там тоже очень много. Вот, и пишу, и вроде я ей говорю, давайте попробуем, она говорит, ну, не знаю. Я говорю, а я знаю, что вы сможете. Многие могут, и вы сможете. Некоторые общаться, боятся, когда приходят, и то у них получается. А вы очень легкое в общении, разговаривать с вами очень приятно. Она мне пишет, спасибо. Я говорю, у нас реально крутая команда. Это я на себе уже проверила, я знаю. Она мне пишет, я даже не знаю. Ну, я ее спросила, Маша, а как узнать, если не попробовать? Давайте попробуем. И она говорит, ну, хорошо, да, давайте пробовать. И вот девочка тоже у нас в команде сейчас. То есть я изначально, да, если я человека выбрала, и он мне понравился ВКонтакт, мне понравилось с ним общаться, я уже изначально в него верю, что у него получится, что если он придет, то все будет круто, и у него получится. И я ему это говорю, пытаюсь объяснить так, как я могу, что я в него верю, что здесь получится у каждого. И вот на последок мне хочется сказать фразу, которую я вычитала из книги «Бедный папа, богатый папа», и мне захотелось ее сказать к слову каждому. Мы живем в замечательное время, какого еще не было в истории человечества. Сегодня главным источником богатства является информация. Так вот, эта информация у нас есть. У нас век интернета и век информации. Эти два инструмента у каждого из нас в руках. Так вот, надо это использовать на 100%. Нужно понимать, какие у нас вообще инструменты в руках мощные. Вот что надо этим пользоваться. Этим просто глупо не пользоваться, когда сейчас такое время. Сейчас все сидят в интернете, все вообще. Поэтому давайте будем использовать свое время. Давайте использовать ту информацию, которую мы знаем, на 100%. Рассказывать ее всем. И всем удачи, всем удачного рекрутинга, всем регистраций сегодня. И вообще, надо стремиться к регистрации. Одна регистрация как минимум в день. Я к этому очень стремлюсь тоже. Не всегда получается, но я к этому очень стремлюсь. И вообще, вы представляете, как у нас классно, как у нас будет расти команда. Нас сейчас уже столько много. И если у каждого будет регистрация в день, мы просто, мы и так растем очень быстро. Но вообще, мы будем просто молниеносно расти. Давайте возьмемся все за результат и понесем нашу информацию в люди, в массы. Все. Всем пока. Всем спасибо. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok